Попробуем с вами начать немножечко составлять представление о генетическом коде. Система записи информации на ДНК получила название «Генетический код». Для этого немного информации по поводу принципа системы создания и чтения любого кода. Код – это символизм слова «язык». Любой язык можно рассматривать как код. Система записи, кашифровки, информация. Отлично. Первое определение. Минимальная значащая единица любого кода называется «кодун». Минимальная значащая единица любого кода называется «кодун». Что является кодуном в русском письменном языке? Буква. Буква. Отлично. Обязательно кодун должен состоять из одного значка. Несколько разных кодунов из русского письменного. Икра. Скажите, пожалуйста, вот этот кодун из какого количества значков состоит? Не знаю. Нет. Скажите, пожалуйста, вот это является кодуном? Нет. Это ничего не знающий за это, и вот это ничего не знающий за это сложный кодон. Так что вот этот кодон стоит из одного значка, а вот этот кодон из двух, а вот этот кодон из трех. Значит, на самом деле, возможно, как одно-значковые кодоны, так и много-значковые. А вот теперь решаем следующую задачу. У нас есть такая цель. Нам надо использовать четыре разных значка в ДНК. У нас какие значки в ДНК? А, А, Т, С, С. Суметь как-то обозначить, какое количество аминокислот. Ведь мы будем составлять, записывать инструкцию по сборке биохрана. Для этого надо уметь указать положение каждой аминокислоты. Сколько разных значков для этого надо? Сколько надо разных когонов, инструкций, биосинтеза, белка, любого белка? Из каких деталей ввести сбоку белка? Аминокислоты. Из аминокислоты. Подождите. Аминокислоты у нас 20 штук. 20 разных аминокислот. Сколько, как минимум, надо иметь когонов, чтобы написать такую инструкцию? 20. 20. Если каждое аминокислотное основание само по себе является когоном, то сколько аминокислот всего можно обозначить? Всего 4. Всего 4. Этого достаточно? А можно использовать? Не достаточно. Нужно по 3 грамм. Значит, если у нас когоном является не один значок, а сочетание из двух последовательных. В этом случае вопрос один, как это другой когон. Кстати, а вот этот когон, вот эти два когона, одинаковые или разные? Конечно, разные. Конечно, разные. Я записал два слова, используя одинаковое количество когонов. И у меня эти слова одинаковые длины. Они имеют одинаковый смысл или нет? Нет. В чем дело? А то без смысла. В чем дело? В порядке исследования когонов. Разные. 4 во втором, 16. Смотрите, что мы делаем. Берем исходное. Вот есть у нас однокогонные. Так? Значит, однозначковые когоны. У нас возможна только вот такая четвертая. Согласен? Да. Теперь, если когоны являются последовательностью с двух, каждому исходному мы можем А приделать? Да. Вот так. А еще что можно приделать? Каждому исходному? А еще можно приделать Т. А еще что? С. С. И? С. То есть, мы что у него взяли в четвертой? А по умножаем самому по себе. У нас уже не надо. У нас уже не надо. То есть, сколько всего двух значков Акадон? 16. 16. Верно. Хватит ли это для написания? Нет. А еще можно? 4 плюс 16, 20. А нельзя ли еще не двух значков, а трех? А такого не будет. Нельзя делать салат из помидоров с шестеренками. Правила чтения должны быть универсальными. Если уж вы читаете фрагментами по два ажитосток основания, то рампы чтения у вас рассчитаны на два кадра. Никакие другие туда просто не глядят. Категорически нельзя. Кадоном в ДНК, в генетическом коде, будет являться последовательность из трех нуклеотидов, стоящих друг за другом. Такие последовательности из трех членов в науке называются триплет. Триплет нуклеотидов является кадоном. То есть триплет, это просто последовательность из трех. Облом в генетическом коде является триплет последовательность настоящих нуклеотидов. Если они используют для того, чтобы записать там аминокислоты, то каждый триплет нуклеотидов, но ведь таких комбинаций-то есть, трех будет 64, а аминокислоты 20. Ура! Ура! Если бы ваш вопрос не задели, именно об этом бы я дальше говорил. Давайте смотреть, сколько разных, ну сейчас было уже названо число, сколько разных кадонов в генетическом коде? 64. 20, 20. 64. Как, Володя, мы только что-то разбирали, как считается разнообразие последовательности? А их больше? В генетическом коде 64. Значит, у нас четыре перемена, это число возводится в степень длины слова, длины сочетания. Значит, если словом является каждая буква, четыре в первой степени, а сколько раз он в словах? Шестнадцать. Шестнадцать. Не хватает. Нам надо уметь записать 20 аминокислот. Значит, кодоном будет являться только в сочетании с трех. Сколько разных кодонов? 63. 63. Аминокислот 2. Аминокислот 2. Так вот, любой язык, в котором количество обозначающих слов больше, чем количество обозначаемых предметов. Вот у вас обозначающие слова, а вот это обозначаемые предметы, их ситуация. Вот такой код будет называться вырожденным кодом. Вырождены все естественные языки. Русский, латынь, английский, китайский, так и так далее. Абсолютно любой естественный язык имеет вырожденные характеристики. Как называются разные слова? Смотрите, что здесь окажется, да? У нас в нескольких разных последовательностях вынуждены будут обозначать одну и ту же аминокислоту. Потому что кодонов больше, чем аминокислоты. Как называются разные слова, обозначающие одинаковые предметы? Синоми. Синоми. Для вырожденных кодов характерна синоми личность. Какие плюсы и какие минусы несет с собой вырожденность, об этом мы с вами потом поговорим. Достаточно важная вещь. Но надо запомнить, что генетический код в этом отношении является очень хорошей моделью любого языка. Каждый его кусочек обозначает строго определенную вещь, при этом он синонимичен. При этом значимыми из 64 единиц являются не все кодоны. Значимый кодон – это тот кодон, который кодирует аминокислоты. А теперь представьте компьютерную клавиатуру, на которой у вас есть только буквы. Только буквы. Никаких других клавишек. Можно ли напечатать связанный текст на этой клавиатуре? Нет. Что вам нужно сказать? Пробел еще? Доктор. Питер получил знаки препинания и так далее. Управляющий клавишек он нужен. Так вот, из 64 кодонов в 61 кодируют аминокислоты. А три штук? А три штук так называют знаки препинания. Их так называют знаки препинания. Иногда используется другое название по отношению ко всем знакам препинания. Их иногда называют стоп-кодоны. Честный случай прочтения такого кодона – это остановка операции. Ну, есть у вас копирующая система ВДНК, налетел на стоп-кодон, и отдельные компоненты, помните, копирующая система из ноги толковская, да? При взаимодействии со стоп-кодоном, они все просто творились друг от друга. Все, процесс копирования кончился. Читать переставить. Ну, вот они, как вы видите, основа генетического хода не настолько и страшна. Итак, значимой единичкой является последовательность из трех оснований. Всего у нас 64 варианта таких последовательностей, каждый из которых будет называться триплет. Так, 61 вариант триплет – значимый, то есть соответствует какой-то аминус слабый. Три варианта являются знаками препинания, нужны для организации связанного тела. А вот я в 64, но ведь белков известно. Белков более сотни, какая прелесть. Более сотни. Вопрос, на сколько более сотни? Двух, белков. Скажите, так выясняйте. Это 22 сотни. Угу. Хорошо, скажите, сейчас я начну писать число, а тут начну писать, да? И вы мне скажете, это число более сотни или менее сотни, да? Более сотни. Более сотни. Более сотни. Дай все концами шишу. Дай все, хватит. Более сотни, значит, пока не надоест. Хорошо. Хорошо. Вот это число более сотни или менее? Да, а это меньше, чем сейчас. Тихо, тихо. А скажите, пожалуйста, это число больше, чем количество возможных белков или меньше? Меньше. Меньше во столько раз, что сказать не прилично. Это у нас какое-то... Вот, значит, выбрать. Считаем, пробуем разобраться, да? Тысяча, миллионы, миллиарды, триллионы, тысяча триллионов, миллионы, миллионы. Ребят, это детство, это смешно. Сколько нулей у этого числа всего? Двадцать миллиардов. Сколько? Двадцать один. Двадцать один нужен. А сколько нулей у числа, показывающего теоретическую возможность? Двадцать миллиардов. Сколько нулей у числа? Ай, стоп, стоп. Двести, двести. Двести нуля. Это секунд. Надо бы пробыть, а у Бог более сотни. Продолжение следует... Продолжение следует...